Белок или, что тоже самое, протеин – это один из основных компонентов пищи человека. Белки нужны для роста, развития, функционирования, восстановления всех клеток организма. Кроме того, белки нужны для синтеза всех ферментов и гормонов. Основные источники белка – это молоко и молочные продукты, мясо, рыба, морепродукты, зерновые. В процессе переваривания белок расщепляется на отдельные аминокислоты, которые потом всасываются в кровь, распространяются по организму и в дальнейшем происходит синтез необходимых уже белков, ферментов или гормонов. Животные и растительные белки усваиваются организмом не одинаково. Самая максимальная биологическая доступность, биологическая усвояемость у белков молока и яиц – это порядка 96-97%. Чуть меньше – это 93-95% у белков мяса и рыбы. У растительных белков, неважно, это белки бобовые, орехи, зерно или овощи, фрукты, усвояемость такого рода белков где-то порядка 65-70-75%. Потребность человека в белке зависит от его возраста, пола, а также степени физической активности. Потребность обычного взрослого человека в белках составляет где-то 0,75-1 грамм на килограмм веса в сутки. При этом считается, что за счет белков животного происхождения надо получать не менее половины суточного рациона белка и в суточной калорийности доля белка порядка 12%. У спортсменов или у людей, которые активно занимаются спортом, потребность в белках возрастает в среднем до 2-2,5 граммов на килограмм веса в сутки. Повышенная потребность в белке для тяжелоатлетов обусловлена несколькими факторами. Во-первых, во время тренировки происходит неизбежный распад отдельных мышечных структур, и белок просто необходим для их восстановления. Во-вторых, во время паузы между тренировками организм спортсмена приспосабливается к возрастающим нагрузкам путем строительства более сильной мускулатуры, а большее содержание протеина в мышцах приводит к более сильным мышечным сокращениям, что позволяет прогрессировать и в дальнейшем. А теперь давайте представим себе спортсмена весом около 100 килограммов. Такому человеку потребуется порядка 200-250 граммов белка в день, которые поделены на несколько равных приемов. Естественно, если пытаться восполнить эту потребность из еды, то он должен будет съедать или несколько килограммов мяса или несколько десятков яиц в день, что, естественно, не очень удобно и не очень реально. И поэтому на рынке для таких людей существует большое количество высокоспециализированных белковых продуктов.